Перед просмотром рекомендую обратить внимание на описание, там будет ссылка на регистрацию у брокера БКС и обратите внимание, что это лучший брокер в России, я работаю именно с ним и у вас не будет комиссии вообще никаких за покупку ценных бумаг по умолчанию, после регистрации у вас будет тариф инвесторов абсолютно бесплатный. Комиссия будет только за продажу ценных бумаг, но если вы пассивные инвесторы не продаете бумаги, то вообще никогда платить ничего не будете. Если вы трейдеры, торгуете, то есть фиксируете свою прибыль, в таком случае для вас будет определенный тариф за 300 рублей в месяц, там тоже минимальная комиссия на рынке. И в чем преимущество регистрации по ссылке в описании реферальной моей, вы сможете зарегистрироваться онлайн без посещения офиса, за 5 минут подключится у вас абсолютно бесплатный тариф сразу же за 0 рублей в месяц, комиссия 0%, и абсолютно бесплатно на этом же бесплатном тарифе за вами закрепится персональный финансовый консультант Сергей. Он вам позвонит после регистрации, но нужно будет подождать, потому что людей регистрируется много, а Сергей один через какое-то время позвонит. Ну, если вы хотите сразу с ним выйти на связь, то у вас будет чатик с ним в приложении мобильном, а также можете номер телефона в мобильном приложении увидеть и позвонить первые. Он поможет и портфель свой собрать инвестиционный бесплатно абсолютно, и перенести активы от другого брокера, и вообще любой ваш вопрос решит, поэтому регистрируйтесь по ссылке внизу у лучшего брокера. Приветствую. Отчетный выпуск рубрики по инвестициям на российском фондовом рынке в акции. Напомню, что в рамках этого портфеля стоит цель получать 500 тысяч рублей пассивной доходности от дивидендов в месяц. И на этой неделе я купил следующие компании. Это был Сбербанк, Лукойл, Ростелеком и Татнефть. Напомню, что в неделю покупаю я акции на 20 тысяч рублей. И давайте посмотрим, насколько изменился мой ожидаемый пассивный доход от дивидендов. Он сейчас составляет 6144 рубля, а в последний раз, когда я записывал прошлый выпуск, он был менее 6000 рублей. Здесь нужно объяснить, как считается вот этот показатель. Я, понятное дело, не знаю, сколько дивидендов заплатит условный Сбербанк через год, поэтому я беру последние данные по последним выплатам среди всех компаний. И если за следующий отчетный период компании выплатят ровно столько же денег, сколько платили в последний раз, я получу ожидаемо 6144 рубля. Ну, по году, вот эту цифру умножим на 12, и вот за год, по сути, я вот такую сумму получу. Понятное дело, что это ориентировочная цифра, и так или иначе дивиденды из года в год у компаний меняются в большую или меньшую сторону. Ну, будем надеяться, что это заниженная цифра, и дивиденды все-таки будут расти, выплачены будут, так скажем, с корректировкой в большую сторону. Есть мне, к слову, о чем поговорить с вами после прошлого выпуска. Я почитал комментарии, плюс мне некоторые люди в личку отписали в Телеграме. С вопросами или со своими комментариями, в том числе я, поскольку в прошлом видео сказал, что кто опытный, кто там много лет на российском фондовом рынке инвестирует, напишите свои комментарии, что вы думаете на этот счет, интересно будет почитать. И есть несколько очень важных моментов, которые я хочу с вами обсудить. Первое, и, наверное, одно из самых важных, что бросилось в глаза и в комментариях, и в личку мне писали с такими запросами. Артем, мол, 20 компаний в портфеле, делать, держать не нужно, делать такую диверсификацию не нужно. Держи одну-две компании, и, фу, как вы называете это, не доля кэша, мне как-то написали, фонд ликвидности мне это написали, и в случае, если акции твои, вот эти две, которые ты держишь в портфеле, будут падать, у тебя будет фонд ликвидности, на который ты будешь эти акции докупать. Что здесь не так с этим утверждением? По поводу фонда ликвидности, в целом, все правильно, я это поддерживаю, но у вас, так или иначе, не должно быть перевеса в какую-то одну или две компании в вашем портфеле. Портфель должен быть диверсифицирован. То есть, обратите внимание, у меня есть как и Газпром, условный газ, условная нефть, так и московская биржа, финансовый сектор, которые, так или иначе, имеют под собой разную природу рисков. Обратите внимание, что значит диверсификация. Если вы взяли Газпром и какой-нибудь Лукойл, является ли это диверсификацией? Ну, относительно портфеля, где человек просто Газпром покупает, да, какая-никакая диверсификация есть. Но она плохая, потому что, так или иначе, компания из условно одного сектора, условно одного направления. То есть, природа рисков у них достаточно схожа. Если у вас есть Газпром, Лукойл, Черкизова и Московская биржа в акциях в вашем портфеле, то, так или иначе, диверсификация уже лучше. Однако, обратите внимание, что, в принципе, какие бы мы компании в портфеле не рассматривали, какие бы компании ни брали, есть определенные риски, которые связаны со всем российским фондовым рынком, в принципе. То есть, если у вас большой инвестиционный счет, так или иначе, его не нужно держать только в акциях, только в российском фондовом рынке. Как видите, у меня портфель достаточно небольшой. У меня больше денег инвестировано по другим направлениям. В частности, у меня основной инвест-профиль – это недвижимость последние несколько лет. Я, по сути, как инвестор, мой капитал, он не зависит от движений на фондовом рынке. Но, если даже не брать в учет, что мы инвестируем в какие-то другие направления, а вот взять только упор на российский фондовый рынок, на российские акции, нельзя ни в коем случае держать деньги в одной или двух компаниях. Обязательно должна быть диверсификация. Ну, понятное дело, умеренно не нужно брать 503 компании, вообще весь российский фондовый рынок скупать, потому что вы просто не уследите, не сможете ребалансировать и так далее. Ну, в таком случае, если вы максимально диверсификацию хотите в рамках рынка, вам нужно брать, ну, ETF, если мы говорим про американский фондовый рынок в России, до ETF пока что не доросли. Тут есть WPIF, биржевые, паевые, инвестиционные фонды, которые так или иначе проблему с диверсификацией решают. Но для максимизации прибыли можно брать, ну, какую-то выжимку компаний, не широкий рынок покупать, а вот выжимку компаний, которые отвечают конкретно вашим параметрам, которые вы хотите видеть в портфеле, и для этого подойдет, ну, 10-15 компаний. Кстати, у меня их сколько? У меня их 18, ну, минус 2, которые я убрал. Ну, получается, у меня 16 компаний в портфеле, и это вполне адекватный, вполне сбалансированный портфель, ну, с точки зрения количества компаний по диверсификации. Окей, надеюсь, мы с этим зафиксировали. Идем дальше. Что касается вот этого фонда ликвидности, как вы его называете, всегда я это называл на канале Доля Кэша, и так будет сказать грамотней. Ее суть заключается в чем? Ее суть заключается в том, что у вас какая-то сумма на счету всегда должна быть в кэше, которую вы не тратите, и на которую вы акции не покупаете до тех пор, пока они не упадут в цене. Это у меня в портфеле реализовано. Обратите внимание, вот она у меня, доля кэша считается, и я ее должен обязательно придерживаться. Она у меня на данный момент, целевая доля в портфеле, 12% целевая доля кэша. То есть сейчас от моего портфеля 12% должно находиться в кэше. Обратите внимание, что фактически у меня находится в два раза меньше в кэше. Что это такое, почему так происходит? Я последние несколько месяцев, и я думаю, что ближайшие, следующие несколько месяцев тоже, долю кэша в портфеле учитывать не буду, и просто буду покупать акции на 20 тысяч рублей в неделю. С чем это связано? Это связано с тем, что портфель небольшой. И понятное дело, что если у вас портфель на 2000 рублей, ну какой вам смысл иметь долю кэша? Просто эти 2000 рублей в акции вложили, сидите, кайфуете и как-то там отслеживайте свое состояние. 800 тысяч рублей относительно моей цели, относительно моих других, в том числе инвестиционных счетов, эта сумма небольшая, и на долю кэша я на данный момент не запариваюсь. Но она у меня учитывается, она у меня проработана, и я просто думаю, что где-то с нового года, ориентировочно на верное, буду учитывать в том числе и долю кэша. Как она учитывается? Обратите внимание, что вот этот процент целевой доли кэша в портфеле, он динамический. Если российский фондовый рынок сильно падает, доля кэша может быть вплоть до 0%. Если российский фондовый рынок сильно растет, доля кэша может быть, не знаю, хоть вплоть до 100% вы себе ее настроите. Таким образом, получается, что если акции сильно падают, доля кэша у вас была 100 тысяч рублей, например, на балансе, и это ровно тот процент, который у вас должен быть от счета, но тут резко российский фондовый рынок падает, и у вас доля кэша должна снизиться до, например, 0%. В таком случае, вот, например, если у вас есть подобная табличка, в таком случае у вас будет просто написано, что при ребалансировке вам нужно все ваши деньги, весь ваш кэш инвестировать в акции, ну, согласно распределению, которое у вас присутствует. Если же российский фондовый рынок сильно растет, у вас кэша на счету практически нет и целевая доля кэша возрастает, скажем, до 25%, то просто все последующие пополнения у вас пойдут на то, что у вас купится кэш на счету и вы акции вообще, в принципе, не покупаете. То есть вы таким образом избавляете себя от необходимости покупать акции на максимумах, на верхах, ну, по крайней мере, пока у вас кэша не накопится настолько много, что надевать его уже будет некуда. Вот, по сути, вы пассивный инвестор, покупаете акции постоянно, вот в данном случае я покупаю их каждую неделю. И да, сейчас я просто покупаю независимо от того, что на рынке происходит, но так или иначе рынок падает, поэтому мне нравится моя идея, что я покупаю акции сейчас в любом случае и в кэш особо деньги не оставляю. Но, тем не менее, получается, что вы не занимаетесь маркет-таймингом, вы не занимаетесь, угадай-ка, в какой момент какие акции мне купить, чтобы они сильно выросли, чтобы я их желательно не на максимумах, не на хаях купил и чтобы я в перспективе по хорошей цене зашел. Вы этим вообще не занимаетесь, вы просто методично каждую неделю или каждый месяц акции покупаете. И за счет того, что у вас есть доля кэша динамическая, получается так, что вы в среднем покупаете акции чуть дешевле, чем могли бы, если просто постоянно деньги, которые у вас появляются в рынок, вкидывали. Вот, эта штука важна, эта штука нужна, я ее немного игнорирую сейчас в связи с тем, что мне не очень интересно ее придерживаться на таком маленьком счету, потому что иначе контента вообще не буду делать, а контент все-таки хочется делать. Но в будущем я, естественно, к этому тоже вернусь, как только портфель у меня подрастет. Что касается, как только портфель у меня подрастет, я вот в инстаграме сегодня рассказал и упомянул, в том числе в этом видео, что мой основной инвест-профиль это недвижимость, у меня сейчас стоит задача до конца года в двух своих квартирах сделать ремонт и поставить мебель, плюс сдать эти квартиры в аренду. Почему до конца года такая задача стоит? Почему там ни в этом месяце, ни в следующем? Хотя, ну, деньги теоретически у меня присутствуют на это и сейчас. А задача до конца года, потому что у меня московский объект, который уже два года стоит и никак сдаться не может, сдается в идеале, я надеюсь, что в сентябре. И вот как раз к концу года я смогу пустить его, в том числе в аренду, ну и в ТОПСе у меня еще есть объект, который тоже примерно к этой дате я смогу пустить в аренду. И когда я, по сути, все свои объекты сдам, у меня два сейчас уже в работе в Сочи, вот и Москва плюс ТОПСе к концу года, я надеюсь, что тоже в работу пойдут, я думаю, что больше денег буду выделять на этот эксперимент и не по 20 тысяч рублей в неделю. Ну, а там уже будет зависеть от того, сколько я наторгую, заработаю на трейдинге, я занимаюсь трейдингом, напомню. Вот, и пока планы такие, пополняю счет по 20 тысяч рублей в неделю до конца года точно, потом я надеюсь, что буду больше денег на это выделять, там счет будет расти чуть-чуть более быстрыми темпами и, возможно, вам будет интереснее за этим наблюдать. В том числе в тот момент как раз-таки я и буду учитывать долю кэша по полной. Вот, если есть еще какие-то комментарии, что-то хотите сказать или чтобы я что-то разобрал, какие-то вопросы у вас есть, пишите их обязательно в комментарии, не забывайте подписываться на другие соцсети по ссылкам внизу, Телеграм, Инстаграм, там контента больше я даю, в том числе и по трейдингу, кому интересно. Ну, не забывайте про то, что я инвестирую на БКС и рекомендую использовать БКС для инвестиций и вам. Перед тем, как закончу, давайте еще посмотрим, что у меня за последнее время происходит с портфелем, вот, например, за сегодня он вырос на 1700 рублей, давайте посмотрим, что сегодня падает, что растет. В целом российский фондовый рынок стоит на месте, сегодня хотя открылся с гэпом вверх небольшим, вот, раз нефть упала на полтора процента, остальное все плюс-минус стоит на месте, ну, вот еще профсети центр чуть прибавляет. Такие результаты. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова